Приветствую вас, коллеги, или если бы не было билет за 50, я бы сказал бы, камрады. В общем, это видео посвящено тем редким случаям, когда ширина потолка непосредственно превышает ширину полотна алькантары. Это V-Class, Гельндваген, Урнжовер, помню, перетягивал тоже, задница довольно широкая. Вот, в общем, в этом видео мы наглядно вместе с вами перетянем потолочек от V-Class в светлую серую алькантару. Берем зажимчики. Предварительно клей уже был нанесен как на потолок, так и на материал. В общем, располагаем его вот так вот с тайням и начинаем прихватывать весь сфер, получается, по этому ботику. Небольшой минус, конечно, алькантары в том, что у нас есть вот такая вот среда от роликов. Вообще, изначально планировал, что в этом видео будут разные ракурсы под съема на телефон, но по прошествии двух месяцев, когда я сел за монтаж непосредственно в видос, оказалось, что эти кадры канули в небытие. Поэтому вы можете наблюдать, как я вам что-то рассказывал, вот так держа перед собой телефон. В общем, про что я говорил в предыдущих кадрах. В общем, вот такие характерные следы мы можем наблюдать с краю полотна алькантары. Вот, и я говорил про то, что резинка должна по-хорошему перекрывать эти отверстия. Конечно, когда это все пригладится, приклеится, они будут не сильно заметны, но все же по-хорошему, чтобы резиночка вот их перекрывала. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 В моем случае, чтобы потолок развернуть, его придется вынести на улицу и занести просто в другой страну. И, кстати, пока вот вспомнилось, к слову, хочется сказать, что это все благодаря тому, что клей термоактивационный, и он склеивается, неважно, мокрый клей, сухой, главное, просто должна достаточно быть температура. А вот адепты старой школы, которые клеят потолки на нейритовый клей, ну я вообще не представляю, как эту работу можно произвести с помощью нейритового клея. У меня в голове вообще не укладывается. Но я как-то на YouTube снимал видос, обучающий по перетяжке потолка, и там, ну, не сказать, чтобы это прям много было, но были люди, которые говорили то, что нет, это не тот клей. Я уже лет 30 работаю на нейритовым клеем, и у меня все супер. Ну, не знаю, есть небольшие сомнения, а сталкивался ли он именно с такими потолками. Поехали клеить вторую сторону. И еще один такой момент, немаловажный, про который я постоянно забываю, это то, что делайте запас на подвороты больше. Особенно в данный момент, когда алькантара в ширину растягивается, она вот так немножко досужается. И вот я вроде с запасом по 5 мм на каждую сторону рассчитывал, и у меня вот здесь вообще буквально впритык, и даже придется немножко поднатягивать ее. Вот. Я постоянно этим на самом деле грешу. Пытаюсь сэкономить там, где, в принципе, и не сэкономишь, то бишь, все отрезаю впритык, потом у меня материал где-нибудь немножко сдвинется вот так по диагонали, угол не дотягивается, я сам на себя злюсь. И, в общем, это не круто. Не пытайтесь, в общем, вот на вот этой мелочи сэкономить. Вот. Берите запас побольше. Берите запас побольше. К сожалению, готовый результат вы увидите сейчас с вырезкой из Инстаграма. Ну и, собственно, готовый результат. Ну, кстати, это не весь потолок, вот еще вторая часть, передняя, то есть это только задняя часть, а это еще передняя. Да, не маленькая машинка. Ну и, собственно, к сожалению, вы не увидите готовый результат собранного потолка непосредственно на машине. Но скажу то, что потолок собран. Да, немножко он был выгнут вот так лодочкой, но это не помешало ему закрепиться на резинках, все прикручено. Все хорошо. Самое главное, жару вот эту, которая у нас в этом году, кстати, я хочу сказать, вообще была охренеть какая сильная. Он выдержал, машина уехала, деньги отдали, клиент довольный. Это ли несчастье? Вот. В общем, друзья, подписывайтесь. Можете ставить лайки, комментарии. И вот на этом канале я буду периодически выкладывать контент, посвященный перетяжке салона. Возможно, начинающим мастерам, а я уверен, что у меня будет много смотреть именно начинающих мастеров, весь этот контент будет интересен. Ну а в следующей серии мы вместе с вами будем перетягивать вот такие сидения от BMW 5, ломайки, довольно геморройные сидения с вентиляцией. Также обшивки, подлокотники, ручки. В общем, впереди нас ждет очень много всего интересного. Подписывайтесь.